Девушки отдыхают Девушки отдыхают Тем временем немецкий Бильд опубликовал запись разговора, как утверждается, между Рогозиным и гендиректором ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрием Барановым. На ней собеседники обсуждают, что можно загрузить космическую ракету «Союз» девятью тоннами взрывчатки и ударить по Украине. Она может чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево вильнуть, где-то там в пределах 50-100 километров, но будет там не 10 тонн, будет 9 тонн. Вопрос просто в том, что, ну как мы понимаем ситуацию, то есть что это сверхзвуковой вход в атмосферу, вот, и существующие как бы тяжелые фабы, они не работают, то есть они начинают перегреваться, в них разрушается ТНТ, и соответственно она там падает, там мощность, там критически. Сам Рогозин в этом разговоре называет Путина великим и ужасным и говорит, что этот гениальный план передаст ему через главу администрации президента Вайна. Я просто сегодня встречаюсь с человеком, который увидит нашего великого и ужасного через три дня. Еще Билд пишет, что по их информации идея ударить по Украине космической ракетой дошла до Путина еще в январе, но неизвестно, как он отреагировал. Можем только догадываться. Салливан, небезызвестный. Салливан сообщил о том, что прекращение войны не избавит Россию от санкций. Он сказал, что даже если русские сейчас выведут войска и закончат войну, это не заставит антироссийские санкции испариться в одночасье. Готовьтесь к 50 годам. Я не предвижу никакого скорого снятия санкций в сколько-нибудь значительном объеме, даже если на определенном этапе прекратятся боевые действия, сказал Дэвид О. Салливан. Салливан. Этот другой Салливан, не тот, который в американской администрации, это спецпредставитель ЕС по санкциям. Но это еще более интересная фигура по этому. Но, собственно, ваш покорный слуга говорил, что россияне, вы там не особо расслабляйтесь. Даже когда у вас президентом будет Навальный, никто с вас санкций снимать не будет. Я вас уверяю, но некоторые снимут там на полет самолетов, на движение банковских средств. Вот это снимут сразу. Фильмы, наверное, будут показывать опять западные. А вот все остальное. Нет, ребята, вы проиграли. Благодаря вашему пришивому идиоту, ваша страна разбилась об стенку. И теперь она никому в прежнем виде не нужна. А в каком новом виде она встроится в мир? А это никто не знает. Это зависит от того, насколько будет успешно после путинское развитие России. Будет оно вообще успешно? Может, там будут совсем другие страны? С кем иметь дело предстоит? В общем, это вопрос открытый. И за это снова придется упорно бороться. Простите меня, конечно, друзья мои, но русские цари боролись за то, чтобы Россия вошла в концерт европейских держав 300 лет. Ну вот и вам предстоит 300. Ой, господи, какой же Путин идиот. Какие же мои соотечественники идиоты, что позволили этим ничтожнейшим клопам угробить такую огромную страну. А кто же доктор-то? Кто же вам доктор, мои дорогие соотечественники-россияне? Кто доктор? Ну а теперь ситуация, собственно, на Украинском фронте. Российские войска перебрасывают на Авдиевскую направление с Луганского, точнее, с Лиманского направления 2-ю гвардейскую общевойсковую армию. Все три мотострелковые бригады этой армии, 21-я, 30-я и 15-я, развертываются или уже развернулись под Авдиевкой. Вероятно, суда также готовятся переехать и отдельные части соединения с 41-й общевойсковой российской армией. То есть две армии они сейчас планируют бросить на Авдиевку. Обращаю ваше внимание, что это очень серьезная вещь, потому что мы не в первый раз сталкиваемся с широким маневром войск по фронту, который осуществляет российское командование. Но мы практически не видим подобных маневров для украинской армии. И те части, которые воевали под Бахмутом, лучшие по боевому опыту, самые стойкие, что называется, гвардейские по качеству войск, они там и воюют. Хотя главное наступление было на юге, а главное наступление велись новосформированными бригадами, которые не были обстреляны, готовились с натовскими инструкторами. Ну вот так вот. А русские делают по-другому. Они заменяют 2-ю гвардейскую армию под Купинском лиманом, новосформированной 25-й. Да, там плохие показатели, там 80% личного состава и 50% техники, но для того, чтобы сесть там в окопы, этого достаточно. А лучшие части уезжают под Авдиевку. Вот такие вот дела. Это то, что надо учитывать. Бои сейчас менее интенсивно идут. Поручив в третий раз по рогам под Авдиевкой, русские зализывают раны. Однако сражение продолжается. Например, за последние сутки 55 боев в разных местах, 25 из них на Авдиевском и Мариинском направлениях. А так, в основном, все это бои местного значения. Что такое, вы можете спросить, что такое одно боестолкновение зафиксировано из этих 25? Ну, это вот боевая группа в составе 15 человек, ну, взвод, может быть, 30 человек максимум, пытается просунуться куда-нибудь, захватить какую-нибудь опорника. Украинцы встречают его огнем. Потеряв несколько человек, откатываются. Вот это вот называется боестолкновение. Другой взвод посылают, другое место. Это может быть много. Их бывает до 50-60 таких атак в день. Это не похоже на то, что было в годы Второй мировой войны, когда одна атака, вторая атака, и у тебя от полка ничего не осталось. Уже не можешь. А здесь взводами действуют. Взводные группы. Ну, взводов же много в полку. Вот одна группа двинулась, потеряла двух-трех человек, откатилась. Вторая, третья вообще не успела двинуться, только обозначила ее на крылья. В общем, так вот это вот и идет все бодание. И еще одно важное событие, это то, что Украина, похоже, на самом деле, реально прорвала морскую блокаду. Уже 50 кораблей прошло в украинские порты за зерном. И еще 50 подали заявки. Это уже достаточно серьезно. Это не разовое прохождение, не отдельные корабли. Это уже почти налаженная дорога. И вот где там Великий Черноморский флот, держава, у которой флота нет, ухитряется топить флагманы, корабли. И штук 20 уже потопили, повредили. И прорывать морскую блокаду одного из самых таких знаменитых флотов России. Вот вам, что творят непрямые действия с использованием новых видов оружия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Кулакова